Итак, в данном видео я бы хотел рассмотреть дивидендные фишки на американском рынке. Многие читатели просели, но я бы хотел начать с небольшого предисловия. Во-первых, по российскому рынку я лучшие дивидендные акции рассмотрел. Называется видео «Лучшие дивидендные акции на 2021 год для инвестиций и спекуляций. Доходность от 9% годовых». Можете прям забить в поисковике YouTube это название и сразу оно выйдет, где 54 844 просмотра. Далее пару слов хотел бы высказать про дивидендный сектор американский. Я хочу еще раз напомнить то, что выплата высоких дивидендов никак не равняется тому, что фундаментал компании хороший и тому, что бизнес компании эффективный. Потому что на выплату высоких дивидендов компания может, скажем так, продать какое-либо имущество и направить эти деньги на выплату дивидендов. Скажем, грубо говоря, бросить кость акционерам и сказать, мол, товарищи, не беспокойтесь. Да, у нас в бизнесе есть дыра, но она будет залатана когда-нибудь. А пока вот вам денежка, чтобы вы так и были держателями наших акций. Такое бывает крайне часто. Но благо на нашем российском рынке такого нет. У нас почти 70% это окологосударственная и государственная компания. В Америке, к сожалению, весь рынок полностью коммерческий. А может быть даже и к счастью. Тут с какой стороны смотреть на эту ситуацию. Для каждого свой подход. Поэтому в данном видео рассмотрим конкретно те компании, какие имеются из реального сектора экономики, из сектора недвижимости, банковского сектора. Имеется в виду реальный сектор экономики. Никак не цифровой, не технологический, не прочее. А реальный сектор экономики. Начну я, пожалуй, с первой компании. Это компания Enterprise Product Partners. Это крупнейшее публичное товарищество с ограниченной ответственностью. MLP. Компания предоставляет услуги по переработке энергии, включая сбор, переработку и хранение природного газа. Далее. Главный нюанс. Это то, что дивдоходность составляет 8,9% в годовом исчислении. Другой нюанс. В свете низкой эффективности акции руководство заявило, что переключает приоритет с увеличения выплат на наращивание выкупа акций в 2021 году. То есть buyback. Ну и Bank of America сделал рейтинг strong buy. То есть покупать. И целевую цену по данной компании акции данной компании выделил на уровень 24 долларов за одну бумагу. С точки зрения отчетности предприятия я могу сказать следующее, что если смотреть на уровень с 2016 по 2019 год, выручка, во-первых, растущая. Чистая прибыль, в том числе операционные доходы, в том числе передраться вообще не к чему. Но есть нюанс. Соответственно, за три квартала 2020 года прибыль немного подупала в связи с сырьевым кризисом, в связи с ковидом и прочими издержками кризисного времени. Но все равно имеется прецедент на то, что компания выплатит довольно адекватный дивиденд. И поэтому предлагаю перейти на технический анализ данного эмитента. Во-первых, переходим сразу на месячный график. Видим здесь то, что цена в марте 2020 года пришла на поддержку 2008 года кризисного времени. Уровень 10 долларов за акцию. Соответственно, технически цена сформировала такую формацию, как двойное дно. То он самый зигзаг, как его называют многие участники рынка. Поэтому и потенциал роста цены Bank of America выделил не от балды, а именно от уровня сопротивления на этих скользящих средних, а также на скопление уровней в целом. То есть 24 доллара 56 центов. Поэтому upside потенциал роста имеется вот до этого уровня. При этом основной фактор, на самом деле на американском рынке дивиденды не играют шибко большой роли. То есть если даже одабривают дивиденд какой-то высокий, цена не всегда растет. На российском рынке одабривают дивиденд высокий, цена растет и очень сильно. Поэтому на данной компании, эмитенте, следует ожидать именно технического роста в области 24 долларов 55 центов. И коль это компания энергетическая, то идет тут плюс-минус корреляция. Она не чисто прям нефтегазовая компания, она занимается транспортными услугами и прочим. Но плюс-минус корреляция с рынком нефти, она здесь имеется. Да, соответственно, нефть пришла на разворотный уровень, 58,63 доллара за баррель. Соответственно, краткосрочную коррекцию нефть еще покажет. Не без этого. Вот. И в данном эмитенте тоже следует ожидать нечто подобного. То есть коррекция краткосрочной в область с поддержкой уровень 20 долларов 27 центов с дальнейшим апсайдом до уровня 20 долларов 24 до 24 доллара 56 центов. О более высоких целях говорить пока не приходится. Ну и соответственно, эта акция чисто спекулятивная, под инвест, ну тут, под инвест я лично не стал бы братью. Далее компания Enbridge. Enbridge это одна ведущая североамериканская энергетическая инфраструктурная компания, которая специализируется на транспортировке сырой нефти, природного газа и СПГ, он же жиженый природный газ. Enbridge получила разрешение на строительство трубопровода и начала строительство именно 30 ноября. Дивдоходность потенциально 8,1% в годовом исчислении компания готова выплатить. По оценкам Gemino существует 80% шанс, что проект будет завершен по трубопроводу. И несмотря на несколько судебных исков, связанных с трубопроводом, Morningstar имеет рейтинг, то есть поставила рейтинг для этой компании покупать, StrongBuy. Оценку справедливую на уровне 43 долларов за акцию. Если посмотреть на отчетность этой компании Enbridge 2016 года, все растущее, валовое растущее, операционный доход растущий, чисто прибыль растущий. Квартально посмотреть на 2020 год, соответственно, компания попала под удар сырьевого кризиса. С января по фактически конец март, начало апреля 2020 года, когда нефть ходила от уровня 70 долларов до уровня 15 долларов за баррель. Вот, но если учесть то, что нефть, рынок нефти и все остальные сырьевые рынки, сырьевого рынка восстанавливаются, да, в моменте коррекции уже по ним, конечно, стоит, не без этого, то и прибыльность этой компании в том числе тоже восстанавливается. Тут есть совокупность факторов. И, соответственно, сейчас компания торгуется, да, в нисходящем тренде, поэтому здесь чисто игра спекулятивная. Поэтому и основное сопротивление в этой цене выступает диапазон 38,57, дефис 40 долларов 81 цент. Это, конечно, чуть пониже, чем ожидание аналитиков, но это технические уровни, от которых цена будет потом отбиваться вниз. Это месячный график. Поэтому и в данном имитенте стоит быть крайне аккуратным. Далее компания AT&T. Это американский телеком. Телеком-компания. Дивиденд она в среднем выплачивает в диапазоне 7-7,5% годовых. Да, дивиденд высокий. И давайте перейдем теперь в описание. Бизнес-модель AT&T, основанная на подписке, то есть, своего рода доход компания преимущественно с этого фактора получает, в целом разумна. И такие негативные катализаторы, как увеличение доли рынка T-Mobile, уже полностью учены в стоимости акций. На самом деле, так оно и есть, потому что весь негатив цена уже на себе испытала. Негатив всего предыдущего года. Если перейти сейчас на отчетность данного предприятия, то годовую. С 2017 года по 2020 год прибыль находилась на одном уровне. Валовая тоже самое. Операционные доходы немного снизились. 2020 год для компании, соответственно, тоже был кризисный. Да, многие телекомы более-менее стали успешны в своих делах, потому что, когда народ сидел на самоизоляции, все пользовались интернетом, телевизором, компьютером и всем прочим электронам, что нас окружает. Чисто применять, компания тоже упала. Стоит помнить то, что да, эта компания большая на американском рынке, но еще имеются и другие компании, телекомы, которые также долю рынка в Америке отжимают. Давайте перейдем теперь на технический анализ данного эмитента. Многие люди говорят, точнее трейдеры, многие трейдеры говорят, что AT&T это квази-облигация. Господа, вот сразу нюанс. Не может быть акция компании квази-облигацией. Да, она торгуется в боковике, условном боковике. Вообще тут видите, как формация треугольника, пружинка сжимается. Но шаг цены здесь в 100%. Волатильность. От нижней грани треугольника до условно верхней грани треугольника. То же самое было и здесь, видите. В 100%. Это не квази-облигация. Это самая настоящая акция. Квази-облигация это та самая акция, которая уходит в боковике, но... И которая плачет хорошие дивиденды, но... Квази-облигация должна иметь ход цены не в 100%. Шаг, то есть, понимаете, про торговку. А шаг, ну там в 10, в 15, ну в 20% максимум, но не в 100%. Это надо помнить. Это месячный график. AT&T как упал от уровня 40 долларов в январе 20-го, да? Так торгуются на этих своих лоях, на нижней грани этого треугольника. В моменте цена пытается пробиться вниз. Но стоит помнить то, что акция этой компании находится в... Близи зоны своей перепроданности. Это первый нюанс. Второй нюанс. Апсайд по этому имитенту, соответственно, имеется вплоть до уровня этой скользящей средней Яма. То есть, до уровня 32 долларов за акцию. Не шибко большой апсайд диапазон. Но нет-нет, да акция шипами до него ходит. Поэтому, если брать эту компанию, то брать ее преимущественно спекулятивно, но никак не под квази-облигационную стратегию. Такие умеренные квази-облигации вы можете найти на нашем российском рынке. Компания Юнипро, к тому пример. Далее компания Татал. Татал. Это нефтегазовая мировая компания со штаб-квартирой во Франции. Я отмечу сразу одну важную деталь, что компания Татал недавно объявила очень важную новость. А именно то, что она завершает процесс добычи нефти в мире. То есть, компания постепенно пересаживается на альтернативные и возобновляемые источники энергетики. Напомню то, что чем меньше конкурентов в мире по рынку нефти, тем шире будет цена на нефть ходить. По крайней мере, учитывая то, что в ближайшие лет 5-7 спрос на нефть будет только расти. И только потом, через 5-7 лет, спрос будет падать на факторе развития других видов энергетики. Китайский рынок это тот самый рынок, который и даст толчок для дальнейшей смены энергетической деятельности. Поэтому компания Татал будет использовать свои нынешние скважины для добычи нефти, но постепенно переходить на иные виды энергетики. Зеленые, так называемые. Ну и традиционно компания выплачивает дивиденды в размере 7% годовых. Перейдем теперь на отчетность компании. Я отмечу сразу то, что компания напрямую коррелирует с ценой на нефть. Это нефтяник, это нефтегазовая компания. С 2017 по 2019 год цена, пардон, прибыль компании росла, операционные доходы росли, валовая прибыль росла, чистая прибыль тоже росла. Но в момент сырьевого кризиса наступает так называемый коллапс. Цена падает, прибыль компании тоже падает. Компания, в принципе, из кризиса вышла сейчас. Но 2020 год, как вы видите, чистая прибыль, она в минусе. То есть, чисто убыток зафиксирован. И в том числе, общий доход тоже упал. Давайте перейдем теперь на технический анализ данного эмитента. Я отмечу сразу то, что в текущей парадигме времени и в текущем настроении рынка по отношению к данной компании, чем будет выше нефть, тем выше тотал будет торговаться. Потому что прийти на дековидные уровни, уровень 55 долларов за акцию, цена сможет только при нефти в 70, дефис, 80 долларов за бочку нефти. И то, впереди будет очень сильный уровень сопротивления на уровне 48-55. Видите, скользящий средний проходит здесь. Очень сильный исторический уровень сопротивления. Видите, вот прям идеально видно его. Поэтому цена будет биться об этот уровень какое-то время. Другой нюанс заключается в том, что сейчас она пришла на медианную среднюю осциллятора полосы Больнджера. Напомню то, что проторговка цены под медианным значением, видите, под этот онк и коричневой линией. Это медвежий тренд. Сейчас на этот медвежий тренд пробить не может. Идет раздача. Вот в этом, видите, диапазоне. Идет тупо раздача. Вот здесь вот. Поэтому в текущей ситуации следовало бы ожидать именно откат. Ожидать на фоне чего откат? На фоне коррекции по сырьевому рынку. Куда же этот откат? На уровень 40 долларов за баррель. Вот 40 долларов за акцию. Вот сюда. Но в дальнейшем следует вообще ожидать роста этого эмитента. Роста акции на этого эмитента. Повторяюсь, цель. Вот здесь находится. 48, дефис, 50 долларов. Вот этот диапазон. Далее компания Филипп Моррис. Это довольно известная табачная компания во всем мире. Думаю, люди курящие, нет-нет, да, покупают Фильку. И пробуют его на вкус. Эта компания является материнской. Под ее властью условной, ну скажем, в кавычках, находятся такие компании, как Марльбара, тоже сигареты, Парламент и L&M. L&M. Вот. И продажа табака относительно устойчивая. Они относительно устойчивы к рецессии. А акции Филипп Моррис в 2020 году лишнюю ногу упали, скорректировавшись всего на 3%. Потенциальный дивиденд компания плачет в размере 5,8% годовых. Соответственно, если посмотреть на отчетность годовую, то компания в 2020 году зафиксировала чистую прибыль, которая является больше, чем за 2019, 2018, 2017. То есть компания действительно кризисоустойчивая. То есть люди как табак покупали, курили и курить будут, так как он вызывает определенный вид зависимости. И для бизнеса этой компании это норма. Что можно назвать действительно квази-облигацией, так это компанию Филипп Моррис. Потому что видите, ход цены у нее боковой. Видите? 20-25% вхождения. Сейчас она торгуется в своем боковике. Вот она. Поэтому в данном диапазоне самой этой акции рентабельно торговать. О более высоких целях, говорит, пока не приходится. Тальше, как и о более низких целях. Имеется боковик, внутри которого цена и торгуется. Как дивидендная, как спекулятивная фишка подходит. И да, повторяюсь, это квази-облигация. Акция, которая торгуется в очень узком боковике. Но никак не 100, не 120%. Хождение цены. Далее компания Филипп 66. Это довольно крупнейшая, независимая, нефтеперерабатывающая компания. НПЗ своего рода. Вот, и, соответственно, корреляция этой компании с ценой на нефть. Традиционная компания выплачивает дивиденд в размере 5,2% годовых. Давайте перейдем теперь на отчет данного имитента. Соответственно, отчетность компании более-менее оптимальна. То есть, даже в диапазоне 16 по 19 год. Прибыль умеренная. То есть, выручка растущая. Операционные доходы боковые. То есть, на одном диапазоне. Чистая прибыль тоже, валовая прибыль тоже. Но, если перейдем на 2020 год. Убыток. Почему убыток? Правильно. Сырьевой кризис. Цена тоже самая. В январе, точнее, с января 2020 по март 2020 падала от уровня 112 до уровня 40 долларов за одну акцию. И суть в том, что сейчас идет, ну, своего рода ценовой отскок на фактор роста цен на нефть. Поэтому и цена прийти к максимумам 2020 года сможет только в том случае, если нефть, точнее, когда нефть пойдет на уровень 70-80-90 долларов за баррель. Тем более, впереди техническое сопротивление уровня 78-25. И заметьте одну важную вещь, что сейчас многие нефтяники в мире, американские, российские, торгуются примерно под такими же сопротивлениями. То есть, их цена сейчас сам как будто в боковике. Это из-за сделки ОПЕК, это из-за неопределенности в рынке нефти, потому что, понимаете, сплошной Магеддон со всех сторон идет. Это прочее. Поэтому о более высоких целях сейчас по Филипп Моррис, пардон, по Филиппсу 66, говорить особо не приходится. Верхняя грань боковика 78. Ну, нижняя грань 51.49, но про нижнюю грань пока можно забыть. Не та ситуация сейчас на рынке нефти, чтобы с ней идти вот на эти уровни. Да и лонговый вынос в этом имитенте рынок делать, я думаю, не станет. Далее компания Gladstone Investment Corporation. Gladstone это компания по развитию бизнеса. Ну, своего рода компания околоконсалтинговая. И отчасти, я бы сказал, инвестиционная. Это класс публично торгуемых корпораций. Больше похож на фонд прямых инвестиций или хедж-фонд, чем на традиционный бизнес. Ну, то, о чем я вам сейчас и сказал. То есть, компания инвестирует в другие фирмы через долги и акции. То есть, покупая на свой баланс облигации, то есть, долговые расписки, также акции компании. Иными словами, это инвестиционная компания. Традиционно она платит доходность, дивидендную в размере 8% годовых. Но, соответственно, общая прибыль компании зависит напрямую от того, как менеджмент, управляющий активами, будут торговать в рынке. Если они будут, словом говоря, рынок покупать на максимумах, продавать его на минимумах, будет чистый убыток. Правильно? Правильно. Поэтому, как правило, ставят на такую работу профессионалов. И если посмотреть на историю прибыльности компании с 2017 по 2019 год, компания торговала, в принципе, неплохо. То есть, чистая прибыль растущая, операционные доходы тоже, валовые тоже, выручка тоже. Но грянул 2020 год, и тут пошли косяки. И если посмотреть на квартальные отчеты, то ситуация начала выравниваться именно с июня 2020 года. И сейчас компания более-менее на свои, так сказать, ходульки встала. То есть, повторяюсь, вся прибыльность компании напрямую зависит от того, насколько грамотно тут соблюден риск менеджмент. Насколько грамотно поставлена здесь стратегия компании в рынке. С точки зрения технического анализа, знаете, вот, возможно, данную компанию можно приводить к КФК-систему. Ну, плюс-минус, я имею в виду. Такая же инвестгруппа, такой же, по сути, бизнес в этой компании. И сейчас цена целится на сопротивление уровня 13.21, дефис 14.80. Вот на эти уровни цена придет, и она будет очень сильно перегрета, поэтому, если рассматривать, рассматривая преимущественно спекулятивно, с апсайдом, повторяюсь, первая цель, это апсайд 13%, вторая цель, это апсайд 25%. О более высоких целях, пока говорить, не приходится. Далее компания Horizon Technology Finance Corporation. Это акция, которая приносит доход от инвестиций в другие компании. И она предлагает финансирование непосредственно технологическому сектору, что понятно из названия этого предприятия. Компания включает в свой портфель акции биотех компании, биотехнологические имеется в виду, а также более традиционные технологические и медиа компании. Ну и, соответственно, Horizon имеет хорошие возможности для дальнейшего своего достижения успеха в рынке. Средняя дивдоходность получается 9,3% в годовом соотношении. Если смотреть на историческую сводку. Соответственно, если посмотреть на отчетность с 2016 по 2019 год, то выручка растущая, чистая прибыль тоже, валовые тоже, операционные тоже. Ну, давайте посмотрим теперь на 2020 год, квартальный анализ. В 2020 году у нас шабаш. То есть не так все, как говорится, просто. Поэтому данный имитент, он является компанией довольно рисковой. Этого вы должны понимать. И в чем суть? Суть в том, что, напомню, что рынок имеет определенный вид цикличности. Где в один момент времени растет группа секторов, ну, например, технологические компании. В другой момент времени цикличности растут компании реального сектора экономики. В последние 12 лет активно росли техи, технологические компании. И понимаете, сейчас хайп вокруг них, я уверен в одном, он закончится плачевно. Как это было в 2000 году. 2000-2001. Доткомы. Сейчас ситуация не прям, чтобы один в один, но аналогично тому, что было 21 год назад. Поэтому основной тренд будет за компаниями сырьевыми. И ставку лучше делать всего на сырьевые компании. Вот знает ли компания Horizon Technology об этом? Мне сказать трудно. Они же занимаются непосредственно спекуляциями и инвестициями в секторе технологических компаний. Это проблема. Ставка на один инструмент у них. На то, что уже из цикла вышло. То есть впереди другой экономический цикл. И памп будет других компаний. Других секторов. То, что не выросло за последние 12 лет. Это нефтегазовые, сырьевые компании и финансовые компании. Банковские. Так что будьте аккуратны с этой компанией. По-другому никак. С точки зрения технического анализа. Да, наблюдается восстановление. Вот. Апсайт. Потенциал конечного роста цены. Будет на сильном уровне сопротивления. 15 долларов 50 центов. Это спекулятивная торговля. Не более того. Под инвест, повторяюсь, брать такое предприятие. Но довольно двояко. Далее компания LTC Properties. Это одна из самых стабильных ставок на Уолл-стрит за последние годы. Я бы сказал. Как из-за его структуры. Так и из-за инвестиционного фонда недвижимости. Или рейд. Который генерирует деньги за счет регулярных проверок арендной платы. Так и из-за того, что он работает в определенном секторе. Который является одним из самых надежных в мире. Это здравоохранение для людей пенсионного возраста. LTC Properties управляет домами для престарелых, центров медперсонала и другими объектами медицинского назначения, которые обслуживают пожилых американцев. Вот теперь внимание. Американский рынок недвижимости имеет гигантский пузырь. То же самое, что было в 2007-2008 годах. В этой компании плюс один, что они, ну скажем так, немножко диверсифицировались. Это в будущем им поможет. Потому что пузыри имеют свойство складываться. Имеют свойство сдуваться. То есть цены, которые сейчас необоснованно высокие, они будут намного ниже в ближайшие годы. Поэтому если бы компания делала ставку только лишь на один сектор рейд. Ну то есть, извините, недвижимость имеется в виду, как в качестве инвестиционной стратегии, она бы вывернулась сбоком. Но тут, повторяюсь, диверсификация имеется. И теперь перейдем на отчет этого предприятия. С 16 по 19 год показатели прибыли растущие. Это касается выручки, валовой прибыли, опера доходов и чистой прибыли. Если перетяна квартальный нюанс, то 20 год фактически был бумом. Это по программам пакета стимулирования Америки сыграло свою роль, чеки для американцев и прочее. То есть люди начали активно инвестировать, покупать дома и прочее на фоне такого ажиотажного спроса. И начали растить цены на недвижимость в том числе в Штатах. Но опять же это все до поры до времени. Это надо помнить. На фоне мягкой денежной кредитной политики, а также на фоне программы количественного смещения, то что поставляет нам Федеральная резервная система. И фактически акции компании LTC Properties еще не восстановились до ковидных максимумов. Максимум был на уровне 46 долларов, но они близки к этому. Поэтому сильное сопротивление будет в этой области. 45-46 долларов за акцию. Поэтому да, пока тренд есть на дальнейшее раздувание рынка недвижимости, да, возможно этим стоит пользоваться. Но опять же до поры до времени. Никак не иначе. Далее компания Pennant Park Floating Rate Capital. Ну, по названию, думаю, понятно, чем компания занимается. Это управляющая активами Pennant Park. В первую очередь является кредитором компании среднего рынка, которые занимаются облатой долга первого залога. Это означает, что компания предпочитает предлагать финансы компаниям, другим компаниям, только в случае, если она первая в очереди, чтобы получить инвестиции обратно, если дела идут в ней плохо. В настоящее время Pennant Park Floating Rate Capital инвестируют более чем в 100 компаний в десятках различных отраслей. Диверсификация – это очень грамотное дело. Предлагая диверсифицированный поток доходов для обеспечения надежности акционеров. И в августе 2020 года компания объявила о создании совместного предприятия с частным кредитором Pantheon для создания кредитного фонда для финансирования дополнительных возможностей роста. И данная компания Pennant Park Floating Rate Capital с двухзначной доходностью на данный момент является одной из самых щедрых акций с ежемесячными дивидендами. Как ни странно. Но и дивиденд составляет 10,5% от... Точнее, 10,5% годовых. Соответственно, компания средней капитализации, поэтому... Точнее, не средняя, а малая капитализация. Малая капитализация, поэтому, если посмотреть на отчетность компании, то, в принципе, все неплохо. Если сейчас перейдем на квартальный анализ... Да, все довольно неплохо. Да, в марте имеется просадка проблемы, но в остальном все, в принципе, довольно стойко. С точки зрения технического анализа в марте... Пардон, не в марте, а в эпоху... Даже не то чтобы кризисов, в эпоху, наверное, в моменты рыночной паники цена очень сильно волатильна. Она просаживается сильно. И сейчас она идет на восстановление. Пришла к уровню почти января 2020 года. Поэтому данный уровень сопротивления 13.25, дефис 13.70, будет важной такой вот зоной дальнейшего отката цены. Но основное движение цена еще не завершила. А основной хай по цене будет в виде перехай вот этого уровня. То есть на уровень 15,5 долларов за акцию. Далее компания Prospect Capital Corporation. В среднем дивидоходности у нее 13% в годовом исчислении. Это компания, которая инвестирует в другие предприятия, а затем передает долю прибыли инвесторам посредством регулярного распределения. Данная компания выплачивает акционерам 6 центов дивидендов ежемесячно, как часы, как в аптеке, тут уже не столь важно. С 2017 года и даже в 2020 году данный подход никак не изменился, несмотря на сбои с глобальной пандемией, с ковидом, с прочей темой. И широкий спектр инвестиций и акций в настоящее время включает компании по производству автозапчастей, поставщиков, медуслуг, дистрибьюторов продуктов питания. И медиакомпания это лишь определенная часть из них, чем компания занимается. Эта диверсированная группа холдингов помогает обеспечивать стабильную выручку, которая обеспечивает стабильные ежемесячные дивиденды для предприятия. Соответственно, с 2017 по 2019 год ситуация финансовая компания была более-менее стойкой, более-менее устойчива. В 2020 году ударил ковид и в кризисное время любая компания из любого сектора, кроме защитных секторов в стиле табака, медицины, ритейла, все остальные компании просто летят в тар-тараре. И сейчас компания выходит в свою кризис. Это видно по отчетности. Прекрасно видно. Давайте перейдем на технический анализ. И компания уже пробила хаи 2020 года. Максимумы, то есть. Не хаи, а именно максимумы. То есть докризисные максимумы. Поэтому компания находится только во второй фазе своего роста. Соответственно, от уровня 7,5 долларов за акцию следует ожидательное коррекционное движение до уровня 6,65. С дальнейшим потенциалом цены к приходу на уровень 8,64, дефис 9,45. Оттуда уже, так сказать, время покажет, что будет. Но потенциал upside в компании имеется. Ну и фактически все эти компании, которые я рассматриваю здесь, они спекулятивные. Они не инвестиционные. Они все спекулятивные. Это надо помнить. Об этом я еще скажу в конце этого видео. Далее компания Realty Income Corporation. Средняя дефис доходность 4,5%. Для американского рынка это в принципе нормально. И в чем суть? Что этой компанией занимается коммерческая недвижимость. И владеет 6,5 тысячами объектов недвижимости. Которая занимает крупные сетевые компании, предприятия. Хороший знак заключается в том, что когда другие рейд сокращают расходы, то Realty Income в последнее время в своей деятельности, я бы сказал, прозрачен в, в том числе в своих тенденциях, сбора арендной платы с регулярными обновлениями информации для акционеров. Все кристально чисто. И фактически в своем последнем отчете компания показала, что почти 94% всей арендной платы было собрано по ее портфелю за ноябрь. Что является отличным показателем покрытия, которые обеспечивают нормальную работу, несмотря на сбои, связанные с пандемией в текущем году. Ну то есть компания нашла свою нишу и рентабельно в ней работает. Если посмотреть на отчет этого предприятия, 16 по 19 год, прибыль, выручка, валовые, операционные доходы, все растущее. Но что у нас было в кризис? В кризис компания тем более устояла. Технически цена торгуется под уровнем... Сейчас. Вот. Максимум до ковида был 78 долларов за акцию. Сейчас акции торгуются, да, в непосредственно среднесрочном бычьем тренде. Цели по этому эмитенту в диапазоне 68, дефис 74. Поход к этим фактически историческим максимумам. Опять же, все это спекулятивно. Как говорится, никакой тут инвестиции быть не может и не должно ее быть. Так что данный фактор необходимо учитывать. Далее компания NRG. NRG. Вот такой вот амофон получается. Компания плачет дивиденды в размере 3%. Это энергетическая компания, которая находится в штате Нью-Джерси. И предлагает, точнее, ей воспроизводить электроэнергию для 3,7 миллиона граждан на северо-востоке, а также в Техасе и в Ильинуюсе. Производство электроэнергии – это один из самых надежных видов бизнеса, поскольку в 21 веке электричества оно фактически необходимо, как еда, вода и прочее. Соответственно, несколько лет назад были акции компаний. Фундаментал компаний нестабилен из-за растущих долгов, связанных с приобретением определенных компаний. Также из-за того, что регулирующие органы, в том числе, ранее предъявляли компании претензии. И в чем суть? Недавнее одобрение Федеральной комиссии по регулированию энергетики энергии покупки Direct Energy намекает на то, что все может быть даже лучше, чем опасались инвесторы. И в результате, в последнее время, акции компании на этом факторе выросли. Исходя из отчетности компании, с 2016 по 2019 год, выручка, прибыль, операционные доходы, валовые прибыли – они довольно волатильны. Теперь перевод на 2020 год, квартально. Имеется восстановление, но не на тех объемах, не на тех масштабах, какие были раньше по прибыльности. Но, соответственно, цена пробила свои докризисные уровни и идет теперь на проторговку хаев 2008 года. Уровень 45,5 доллара за акцию. Но по канону теханализа она пробьет его, куда-то на уровень 47-48. И дальше будет уже раздача там, боковик. Поэтому акция спекулятивная и нужно быть тоже с ней крайне аккуратным. Ну и последнее предприятие – это холдинговая компания, он же банк. PEC West Bank Corp. Дивдоходность 3,2%. Базируется в Лос-Анджелесе, владеет Pacific Western Bank, и у оригинальных банков нет такого масштаба, как у мегабанков подобным, ну, как у JP Morgan Chase или прочим, или Goldman Sachs. Это средний банк, PEC West Bank Corp. Средний банк федерального назначения. Соответственно, если мы сейчас перейдем на годовой отчет, то есть с 2017 по 2020 год, прибыль, чистая прибыль, выручка, то есть растущая, но за 2020 год проблемы. Ковид. Ударил ковид. Издержки есть. Ну и, соответственно, акции этого банка, PEC West Bank Corp., они уже подходят к уровню января 2020 года, к 38 долларам, к хаям. Поэтому цель – это и пробить вот этого, не хаяма, а этого уровня пробить и цель. Здесь. Так что данный фактор необходимо считать. В принципе, акция спекулятивная. Дивиденды. Сейчас скажу, как. Компания могут выплатить еще раз дивиденды. Любая компания, в том числе американская, может выплатить дивиденды любым путем, любым способом. Продажей недвижимости, продажей доли в акции, либо с прибылью продать облигации и прочее. Не важно. Деньги могут везде они. Получить, добыть. Но, повторяю еще раз, высокие дивиденды не есть показатель эффективности предприятия. Нет, это не показатель эффективности предприятия. Поэтому, те акции, которые я обозрел в этом видео, они фактически второго эшелона. Это спекулятивные акции. Потому что вы просили сделать акции с американской компанией с хорошими дивдоходами. Я сделал. Покупать или нет, решать непосредственно вам. Но, в плане дивидендового момента, я бы лучше выбрал российский рынок. В плане дивдоходностей. Потому что наш рынок он более предсказуемый. Наш рынок он дивидендный. И, даже если вы спекулянт, то можете спокойно на факторе объявления дивидендов офигенных, высоких, взять акцию со стопом, спекулятивно, да, и на этой ракете вверх прокатиться. Нормально. Стратегия реально рабочая. Ну, решать уже непосредственно вам. На этом все. У нас имеются телеграм-каналы в описании к каждому видеоролику. В графе наши медиаресурсы. Также данные телеграм-каналы имеются в закрепленном сообщении под каждым видеороликом. Вот в третьем пункте телеграм-каналы. И в четвертом пункте в контакт-группах. Поэтому на них подписывайтесь и будьте в курсе всех событий заранее. И, соответственно, помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотны стратегия наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание. До свидания.